Ну, сначала я хотела бы назвать его своим именем, но мне показалось это слишком оригинальным. И я придумал со своей тетей, придумал имя ему новое. Этого начинающего мультипликатора зовут Федора, его персонажа Фред. Мальчик не только придумал главного героя, он даже подготовил настоящие сценарные планы с раскадровкой. Чтобы рисовать анимационные фильмы, Федя ходил в художественную школу, учился лепить из пластилина. Сейчас занимается в студии мультипликации, готовится к созданию целого мультсериала. Он будет о путешествии, он будет путешествовать о разным странам и попадать в этих странах всякие передряги. Вот такие мультики создают в студии анимации. Всего здесь занимается более 25 человек. Красочные истории создают на компьютере, либо с помощью пластилина, объемных или плоских фигур, которые снимают на камеру. И теперь чуть-чуть двигаем. Барнаульский аниматор Артем Фирсов делает мультики из 2006 года. Самая объемная его работа длится 2,5 минуты. Анимация – очень трудоемкий процесс. Каждый кадр, если это покадровая анимация, мы прорисовываем вручную. То есть, если мы, допустим, рисуем картину, то мы на нее можем потратить неделю, две недели, месяц и больше. А на анимацию есть определенные, конечно, хитрости. То есть, мы можем ее сузить, где-то повторно сделать. Но все равно мы на это потратим время. То есть, на каждый кадр мы тратим время. На самом деле, очень много вакансий для аниматоров, хороших аниматоров. Потому что, ну, мало где в вузах даже этому учат. Дети вроде бы заканчивают художественную школу, но при этом у них вот некуда дальше идти развиваться. В Алтайском крае профессиональных мультиков почти не рисуют. Да и пробиться на большие экраны нелегко. Со своей работой нужно участвовать в фестивалях, собрать целую творческую группу из художников, актеров для озвучки и маркетологов. Но в этой студии мультипликации не рассчитывают на большие кассовые сборы, полные залы зрителей. Здесь делают мультики для себя и для родителей, которые с каждой новой премьерой вновь и вновь возвращаются в детство. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. Наши новости. Спасибо.